всем привет с вами банарди и сегодня в ролике я буду продолжать сравнивать скауты но не все подряд а именно те которые я чаще всего использую сравнение не профессиональное чисто мое мнение так что всем приятного просмотра погнали для сегодняшнего ролика я выбрал четыре автомобиля два из них dlc и два автомобиля которые доступны вместе с годами пропуска итак первый автомобиль это резвание геркулес 6 на 6 это dlc машина и купить ее можно отдельно второй автомобиль это татарин в принципе это легендарный автомобиль наверно как зиг 605 который проедет практически везде сегодня мы это дело потестим и посмотрим второй третий автомобиль это хан 39 маршал он же уазик в принципе он тоже доступен практически сразу по моему на мичигане у меня этот автомобиль уже был как его достать можете посмотреть у меня в роликах и конечно же chevrolet apache это четвертый автомобиль который будет сегодня в сравнениях понятно что автомобили все по весу мощности и так далее разные но это те автомобили которые я использую чаще всего почему смотрите далее каждый из нас использует автомобили скауты по-разному кто-то расследует территорию до допустим поехать там вышки пооткрывать татарин в принципе это уникальный такой автомобиль который проедет везде кроме тех локаций где есть лед вот ну и конечно там где узко он тоже ну тяжело ему пролазить плюс у него большой бак топлива ремкомплект и куча канистр на крышей в принципе это автомобиль незаменимый хотя его можно заменить дело в том что у татарина нету возможности возить с собой прицепы хотя для многих заданий принципе то что он может этого достаточно уазик автомобиль легкий и такое ощущение что него колеса знаете как это воздушные такие вот как-то пустые автомобиль если сильно разогнать на асфальте он даже перевернется если очень постараться хотя даже и стараться не нужно перевернется и первый тест который я сегодня решил провести это подняться по самой тяжелой грязи и татарин и уазик в принципе справились практически легко ну татарин за счет мощности уазик наверное за счет легкости резване к сожалению здесь начал буксовать и в принципе у 6 колес хотелось бы знать этом чтобы автомобиль прям тащил но к сожалению нет ни резване не апатчи к сожалению тащить в данном случае не смогли хотя патч в принципе заезжал плюс-минус нормально спокойно и ровно но самый огромный плюс у всех четверых автомобилей дело в том что на них можно перевозить как я уже говорил огромное количество и ремкомплекта и запасные колеса и конечно же топлива давайте теперь посмотрим как автомобили ведут себя плюс-минус на зимних локациях сказать что это прямо офигенное сравнение конечно нельзя ведь автомобили они разные и допустим в татарине достаточно много мощности а в том же уазике его поменьше то же время автомобили испытывались на одинаковых препятствиях и конечно же по поводу шин многих автомобилей кроме татарина можно установить шины с шипами для того чтобы по ледяным и локациям ездить намного проще в данном случае я установил обычные шины внедорожные там вездеходные для того чтобы ну хоть плюс-минус как-то сравняться по льду катанию до нас татарином потому что у татарина к сожалению шипов нету потому что если бы у татарина еще были шипы то этот автомобиль был бы просто имбовый итак первую преграду я проехал практически легко так же самое в принципе как и лед и снег у меня здесь немножко автомобиль заносило но в целом за счет своей мощности вот у этого бтр как бы легко проехалось ну просто легко кстати говоря я в свое время татарин еще использовал в начальных роликах где я показывал где найти разные автомобили и этот автомобиль может тянуть за собой прям огромные грузовики мощности у него на это дело хватит а вот уазик показал себя не очень хорошо в данной локации ну во первых это лед это понятно что ему крутить педали здесь очень тяжело ну точнее колеса но в целом если включить понижайку включить дифференциал то автомобиль ну так медленно но все-таки доедет и справиться с этой определенной целью вот дальше будут камушки с камушками многие автомобили в игре с на уранер не дружат поэтому камушки большие нужно объезжать стороной чтобы не получилось так как вы сейчас увидите у меня в ролике когда я наехал на большой камень нужно было уже выезжать только с помощью лебедки лебедку на этот автомобиль лучше ставить автономную потому что если вы вдруг перевернетесь то многие лебедки ну то есть обычные да они не запускаются если движок выключен автономная вас выручит автомобиль легкий и в принципе проблем с этим не будет по поводу зимней локации здесь автомобиль себя показал ну так не и неплохо и нехорошо были моменты где он буксовал но в целом проехал и в принципе задачу свою выполнил медленно но уверенно как там говорится тише едешь дальше будешь следующий автомобиль это резвание видео немножко я так сказать ускорил для того чтобы просто она просто этот автомобиль казался мощным на самом деле этот автомобиль в начале уже прям начал буксовать но в целом свою задачу выполнил и камни проехал легко а вот со снегом у него будут проблемы ну а со снегом это конечно хорошо а проходить игры в с кем-то вместе это еще лучше для этого у меня есть мой telegram чат в котором почти 400 человек это люди которые увлекаются разными играми которые играют в разные игры и конечно же снова раннер если тебе надоело играть в соло велкам в наш чат общайся заводи новых друзей играйте вместе также если у тебя есть возможность поддержать канал материально ссылочки будут в описании под роликом ну а я в свою очередь обещаю тебя добавить в список так сказать людей которые помогают в развитии канала все денежки тратится на рекламу и на энергетике ну в общем как то так и так следующий автомобиль это chevrolet apache честно вам скажу я расстроился в этом автомобиле и скорее всего после этих испытаний я этот автомобиль использовать буду минимально это только ради того чтобы привести колеса ремкомплект или топлива хотя как вы видите в снежной локации он проехал одну плюс минус лучше резвание здесь конечно застрял и потом я его доставал с помощью бтр а он же татарин но в целом как бы машина есть и хорошо если смысл ее покупать за донат ну то есть отдельно в dlc шну ну честно вам скажу нет ни резвание не apache и так еще я решил проверить скорость автомобилей и сделаю я кстати это говоря в аэропорту на модовой карте полигон да и вообще все испытания я обычно провожу здесь и такой маленький момент макс я знаю что ты будешь смотреть этот ролик автор этого мода не знаю почему но все автомобили когда здесь разгоняешь на прямой они почти чему-то уходят влево посмотри пожалуйста в чем проблема я просто этого не понимаю в общем татарин проехал за 56 секунд в принципе ну так скажем долговато все-таки автомобиль тяжелый пока разгонится пока наберет нужную скорость пока доедет и уже дорога закончится по поводу всех остальных автомобилей вы сейчас можете наблюдать за сколько они так сказать проехали это препятствие принципе ну целом неплохо следующее испытание для автомобилей были бетоны но балки которые торчали из земли и как вы видите ну татарина было тяжеловато их проезжать в целом проехал заданием справился и хорошо дальше был мост почему именно мост потому что его в разные стороны шатает и автомобиль в целом может упасть но все четыре автомобиля справились отлично с этой задачей ни у кого не возникло труда проехать и отправился на следующий момент это проехать по грязи здесь дерево здесь камни здесь вода и как вы видите татарин как будто узнать плывет плывет прям четко проезжает у него вообще не возникает никаких проблем все хорошо есть все замечательно есть еще бетонные препятствия которые я сегодня решил прогнать и к сожалению у татарина за счет того что он длинный и тяжелый не всегда получалось четко проехать как нужно и частично была повреждена подвеска по поводу уазика здесь но опять же такое знаете чувство разное в общем он проезжает вроде как и легко но за счет того что автомобиль очень легкий приходится прям удерживать для того чтобы он не упал с мостом у меня также получилось как я говорил все удачно съехал и замечательно то водичка с грязью с деревом и с камнями уазик удалось также очень легко и просто хотя здесь не каждый автомобиль проедет кто смотрит мои ролики знают о том что здесь даже грузовики застриют но данный автомобиль справился и отлично по поводу дальнейших бетонных блоков здесь автомобиль вел себя легко и просто за счет того что он все-таки узенький ему легко было просто объезжать вот эти небольшие бугорки и в целом задание выполнил если вам нравится мой канал нравится видео который я делаю обязательно подписывайтесь ставьте лайки пишите ваши комментарии пишите критику если такова имеется на все комментарии я отвечаю ну и также я напоминаю что у меня есть мой телеграм-чат в котором вы можете найти себе друзей по интересам и играть в разные игры как вы видите резване к сожалению плохо справился с бетонными блоками которые торчат из земли по убивал себе двигатель и вследствие чего когда я уже ехал через грязь опять же камни дерево и воду мой автомобиль заглох но ремонтные части на автомобиле мне так сказать помогли починить автомобиль да и продолжил дальше следование хотя если честно здесь было ехать очень проблематично автомобиль постоянно куда-то цеплялся и ну такое многие хвалят этот автомобиль кому-то он действительно нравится не знаю за счет чего возможно за счет дизайна возможно за счет еще каких-то там плюсов если вам нравится этот автомобиль также напишите за что любите вы его ну и конечно же напишите что вы думаете по поводу ролика и какой все-таки из скаутов больше нравится вам кстати говоря если вы не видели как выбрать скаут первую часть то обязательно посмотрите там я показываю те грузовики которые я использую и для каких целей то есть те автомобили которые могут таскать прицепы в общем ссылочка будет в описании обязательно посмотрите ну а если вам лень смотреть то я рекомендую для того чтобы использовать какой-либо автомобиль опять же приехать сюда на полигон выбрать тот автомобиль который вам больше всего нравится и просто погонять просто посмотреть как автомобиль будет себя вести не обязательно сразу лезть там на разные тяжелые локации типа икона мэна и так далее вот все начинают с мичигана с аляски почему именно эти две локации ну потому что это самые первые локации самые простые локации с помощью которых вы сможете познакомиться с азами игры базовые какие-то там задания и в принципе разобраться стоит ли вообще погружаться в эту игру вот потому что если вы погрузитесь то эта игра вас затянет полностью вы будете играть в нее прям постоянно пришли с работы поиграли пришли с учебы поиграли ну и так далее в общем все советы которые хотел я дал в общем автомобиль как вы видите апатч проехал везде легко и просто даже на бетонных конструкциях ну а сейчас мы посмотрим как автомобили ведут себя в воде а именно как они ездят против течения на специально подготовленных так сказать препятствиях так первый это автомобиль татарин как вы помните это один из самых имбовых точнее скаутов вот и в общем он не справился с сильным течением у него сразу начал ломаться двигатель за счет того что он просто ну как бы подвал водой ездит плохо это все таки не анфибия здесь две речки есть слабенькая есть сильненькая в общем слабенькую он проезжает пусть нелегко но проезжает в принципе вообще мне казалось что бтр и как-то по воде передвигаются намного проще причем абсолютно разной глубины вот но наверное это все таки в реале здесь наш бтр к сожалению не может проехать по всем водным препятствиям но в целом автомобиль справляется что хотелось бы в завершении сказать по поводу данного автомобиля этот автомобиль действительно классный решает очень много разных задач хреново ездит по льду но по снегу в принципе неплохо так что ребята выбирать этот автомобиль вам или нет решать вам так прицепи он кстати возить тоже не может это наверное одни из таких самых больших минусов а в целом автомобиль на многое способен по поводу уазика уазик к сожалению не смог проехать ни по первой ни по второй горной реки назовем ее так первым заехал и сразу остановился причем даже мучиться да не стал знаете там и двигатель у него не портился у него просто не хватало мощности чтобы преодолеть это течение самую обычную горную реку к сожалению уазик тоже не смог преодолеть хотя может быть если помучится часика через полтора возможно он как-то ее переедет можно конечно попробовать с помощью лебедок вот в принципе можно протащить вообще в обычных картах не модовых да вот не полигон а именно карта вы можете зацепиться даже за маленькие кустики с помощью кустика вытащить себя без проблем даже из самой тяжелой западник крайнее испытание для уазика я решил провести просто в обычной воде без течения автомобиль в целом едет напрягается но едет так что проблем с этим не будет следующий автомобиль это был резвание большую усиленную горную реку к сожалению он тоже преодолеть не смог ну что поделаешь автомобиль такой может быть ему тяжело было может быть еще что то по поводу уазика да ребят я скажу свое мнение уазик можно использовать как по мне в первых локациях опять же мичиган опять же аляска и то аляска там снежные локации поэтому так под вопросом по поводу резвание надо покупать его или не надо для коллекции купить можно для ежедневного использования нафиг надо хотя как видите он реку с маленьким течением все-таки преодолевает медленно но уверенно как я уже говорил ранее тише едешь дальше будешь начале ролика я сказал о том что это сравнение скаутов это даже больше я бы сказал наверное испытания скаутов для того чтобы понять какой автомобиль вам больше всего нравится итак последнее испытание для резвания это просто проехать по прямой просто по речке без течения здесь он в принципе справляется легко и просто ну а покупать этот автомобиль или нет я опять же вам скажу выбор будет за вами так же самое какие шерва ли apache когда я его себе покупал мне говорили что автомобиль классный отличный бери не пожалеешь честно вам скажу я его практически не использую да он классный на нем можно много чего перевести но к сожалению в обычных условиях он часто буксует и не везде может проехать но опять же может быть это у меня не получается может у меня ручки не из того места но как вы видите речку с горным течением не в первый раз не второй раз у него проехать не удалось также самые были проблемы в снегу конечно если поставить шипы может быть он будет себя лучше вести но все же какой бы я бы взял из этих четырех скаутов то наверное татарин ну а те которые используют прицепы я бы наверное все таки взял или яр 87 или 750 форт это вот наверное тройка моих самых любимых скажем так скаутов на этом у меня сегодня все увидимся когда увидимся ваше и и и Продолжение следует...